Добрый день, дорогие друзья, любители шахмат, здесь на Ческомру. С вами говорит гроссмейстр Алексей Ермолинский и продолжаю свою работу. Записываю еще один ролик с партиями турнира претендентов. Ну вот давайте перейдем. Первый тур у нас идет. Грещук играет белыми с Алексеенко. Ну, разумеется, Кирилл Алексеенко был дебютант турнира и, естественно, на старте он волновался. Вообще партия получилась, надо сказать, довольно сумбурной. Оба противника, как мы увидим, попали в серьезный цитнот. Но партия, тем не менее, очень интересная. Давайте сначала двигаться. Значит, Александр начал ходом С4, английское начало. И применил Ж3, и вот здесь черные сыграли слон С5. Ну, в общем, в этом-то ничего удивительного нет, конечно. Слон частенько выходит на С5, особенно в такой ситуации, где нет еще коня на С3, поэтому на Б4-то было не пойти. Но когда белые сделали вот этот ход Д3, я, честно говоря, был удивлен выбором Кирилла пойти сразу же Д5. Вы понимаете, в чем дело? Мне вообще казалось, что вот все вот это вот Д5... Ну ладно, сделаем несколько ходов, может быть, будет... Может быть, более понятно, в чем дело. Вот здесь, да? Чаще всего с перестановки ходов получаются, ну, какие-то вот такие позиции, да? Вообще эта идея выставить слона на С5 в этом варианте, она недавно вошла в моду. Так играли... Сергей Корякин сыграл много партий, ну и другие шахматисты подхватили. Там все дело в тактике, что вот этот удар, конь бьет Е5, он не проходит. Вы можете в этом убедиться, посмотрев много партий комментариев на эту тему. Поэтому черные не обязаны убирать коня с Д5. То есть конь на Д5 вот просто остается. В этой позиции, например, ну даже можно А6 пойти. Ну вот не работает там. Вот наличие этого можно проверить, но давайте, чтобы убедиться. Не хочу быть голословным. Ну вот начались все вот эти взятия, да? Ну частенько таким образом белые могут пешку выиграть, но здесь они ничего не выиграют. Можно же пойти к он бьет Ф2. Тут не выходит ничего у белых. Потому что слон на С5. То есть вследствие этого можно вот так вот оставить коня на Д5. Ну вот в этом главная идея. Так, кстати, иногда белые в драконе играют. Ну, они еще могут поставить вот ладью на Е8, чтобы вообще на Е5 взять ладью. Ну вот. Но в нашей-то ситуации сразу же вышел конь на С3, и сразу же напали на этого коня на Д5. И коня приходится убирать. То есть поэтому для меня ход слон С5 в сочетании с Д5, как-то он неясен вообще, непонятен. Ну, нельзя сказать, что здесь так уж плохо у черных. Это бы, надо сказать, нельзя. Но вот только, наверное, слон Е6 здесь ходить не надо, поскольку белые сразу же двинут вперед Д4. Ну, будет довольно скверно. Но, разумеется, сам вот Грещук ходил конем на Б6. Ну, может быть, это и неплохо, но, правда, по моим понятиям, если слон вышел на С5, так ему, слону, этому место на Б6. Ну, как обычно бывает во всех системах Созина в Сицилианской. Ну, здесь вот сыграл он так. Это была, кстати, партия в этот, в Армагеддон. И проиграл он это. Ароняно довольно трагично там было. Это было в Норвегии, когда они придумали эту систему. В прошлом году, в общем, разыгрывать ничью потом в Армагеддоне. Ну, ладно, это старая уже история. Саша был очень недоволен, конечно. Там фигуры летели с доски. Там черт, черти, что там было. Ну, неважно. В общем, партия-то началась так, а, в принципе, он держался нормально. У него неплохая была позиция. Наверное, сильный шахматист может и сыграть черными. Но в конечном счете, ну, иду с Ваном с С5 на Д6 или еще куда-нибудь. Ну, не так плохо. Это, очевидно, не беда. Но все-таки как-то это не вписывается. Ну, коня на Е7 ставить тоже непонятно. Но все равно, вот любой ход конем я бы предпочел тому, что сделал Кирилл. Он взял на С3. Может быть, это догматично, как-то я к этому подхожу. Но кто же вот так вот в драконе берет на С6? Ведь сразу же главная проблема всех этих драконних структур – это вот это поле. Ну, там для белых это Д5, а здесь Д4. Но оно под контролем. Замечательно все. И линия Б открыта. Работать вместе со С1 против пешки Б7. Ну, очень приятная позиция у белых. В общем, непонятно для меня это. Непонятно. Ну, вот сделали они ходы какие-то нормальные совершенно А6. Ну, и что дальше? План-то какой у черных? Я сначала думал, может быть, надо было сфокусироваться на центре. Поскольку, кажется, ну, по крайней мере, по ходу партии видно было, что Грещук хотел двигать эти центральные пешки вперед. То есть, можно было вот так вот пойти и отвести С1 на Б6. Тогда, разумеется, вот этот маневр. Значит, конь приходит, и черные... Ну, опять же, по центру ничего сделать не удается. Ну, можно вот как-то вот так поставить. Рассчитывать может... Ну, здесь угроза есть конкретная. Взять на С4, конечно, Ферезем. Если Е4, ну, по крайней мере, слон закрылся. Да его можно и разменять. Ну, вот что здесь получается? Белые попробуют А4, А5 как-то подготовить. У белых приятная позиция, конечно. Ну, в общем, черными играть можно. Ну, тем не менее, Алексеенко после серьезного раздумия избрал другой план. Он пошел в А1-АБ8. Ход, в общем, скорее профилактический, чтобы подготовить Б6. Ну, Б6 было сыграно. То есть, проблем на ферзовом фланге не будет. Но Грещук-то там и не играет. У Александра была совершенно другая идея. Двинуть по центру. Все вперед. И Д4, и Е4. И, как выяснилось, и Ф4. Ну, вот начал он с этого хода. Естественно, не собирался он давать черным возможность пойти Е4 где-то в ответ на Д4 и закрыть центр. То есть, сначала белые двинули пешку Е вперед. Все правильно. Все по науке. И потом конем. Ну, мы смотрели, конечно, на ход Д4 с Добровым во время наших комментариев. Здесь вот показалось, что хитрый этот ход ферзи Е8. Да, черные сыграют свон Д7. И если белые слишком поспешно двинут, то вот здесь возникают тактические трудности. Ну, как-то стоим под свон А4. Ладье это убирать. Ну, сюда вообще не уберешь, поскольку свон В5 поймает качество. Ну, непонятно, в общем, что здесь делать. А черные могут укрепиться на пункте С4. Коня туда поставят, нападут на свона. В общем, у белых как-то не получается. Вот, ну, такая, ну, совершенно уже идеальная структура. То есть, пешка должна была бы, конечно, стоять на С4, но там и так далее. Открыть свона с давлением на Е5. У белых было бы лучше, но здесь не получается. Поэтому Грещук пошел конем на С4. Это не значит, что он до С4 никогда не пойдет. Но просто открываются новые возможности. Сюда. И вот Ф3. Ну, очень медленно играли оба шахматиста. Очень долго думали. Ну, понятное дело, первый тур. Но все-таки, наверное, можно было и побыстрее. Что говорил Владимир? Владимир говорил пойти ладьей теперь на Е1. Но имеет смысл, очевидно. Тут дело вот в чем, что белые, наверное, могут пойти коне в 5. Этот ход может быть необходимым, поскольку если черный ферзь вернется, ну, скажем, на свое законное поле, то в Ф4-то не пойти, поскольку конь на А4 висит. Ну, вот это вот было бы правильно. И при открытом слоне на Ж2, наверное, черным бить не хочется на Ф5. Ну, а в противном случае тут можно продолжать все что угодно. И Ф4, можно и на А3 пойти. Ну, в этом была идея. После хода Ф3 Слон ушел, и белому же как-то, ну, неживательно ходить коне в 5. Но, разумеется, у Горячука другая идея была. Он сразу двинул вперед. Вот они разменялись. Теперь кони опять. Ну, с точки зрения стратегии, такой большой шахматной стратегии, разумеется, игра черных основательной не выглядит. Ее не назовешь. Постановку партии основательной здесь. Но, тем не менее, борьба-то есть какая-то. Ну, Слон А4. Ну, что тут можно сказать? В какой-то ситуации, я не знаю, в каком-то блице, вообще, двинуть пешку С вперед, там, пожертвовать качество. Ну, как вот, можно было так пойти? Наверное, качество сразу не теряется. Все-таки Ферз С3 это темп. Открыть диагональ, вынудить ход Ф6. Ну, а дальше как-то пытаться атаковать. Но, скорее всего, это не так ясно. Дело в том, что ход Ф6 не такой плохой для черных, поскольку Ферз может выскочить на А5. Я думаю, что Грещук на это потратил кучу времени, и решил, что это все-таки рановато. И пошел вместо этого ладьей на Е1. Теперь было сыграно Ферз Д8. Очень хорошо играет Алексеенко. То есть, он тревожит белых. То есть, белые знают, что они хотят. Двинуть все эти центральные пешки вперед. Но не так это просто. Нужно следить то за тем, то за другим. А, как я уже говорил, во время наших репортажей, с места событий, за всем не уследишь. Сыграно было Ферз Ф2. Ну, какая альтернатива была? Но все-таки пойти Коня в 5, Саше, очевидно, это не хотелось. Все-таки эта структура, но она... Она дает возможность белым фигурам развернуться. Шикарный выходит Слон на Е4. Конь на А5 остается в ауте. И можно Ферз Ж2 еще поставить. Все это выглядит ничего. Кстати, это жертва пешки. Ее лучше не принимать. Белые тут серьезно навесят. Пойдут вперед. И, похоже, у белых уже выиграно. Но тут же качество теряется, правильно? Слон Аш-7. Ну, да. Но не обязаны черные зевать. Им, наверное, нужно дать вот такой шаг. Идея в том, что теперь-то можно пойти в Ферз Ф6 с идеей на С4. Ну, естественно, сыграть с фон Д4. То есть блокаду эта чернопольная еще не просто будет пробить. А структура уже зафиксирована. И белые пешки, конечно, таким же широким фронтом вперед не идут. Поэтому Грещук предпочел Ферз Ф2. И тут ловкость начинается. Ловкость рук. Вот этот конь, который, ну, по идее, должен был остаться статистом на краю доски, вдруг куда-то запрыгнул. Бить, естественно, нельзя, да? Ну, там Слон С5. Там потом конь еще висит на С4. То есть владея А3 сильно не поможет. Поэтому так теперь Слон С5. Вынуждает ход печки и назад. Опять напали на коня. Конь вернулся. Но, тем не менее, все здесь дело в том, чья пешка встанет на Ф5. Если бы следующим ходом белые могли бы поставить пешку на Ф5, наверное, у них было бы, ну, как они говорят, стратегически выиграно. Ну, действительно, в общем. Но ход-то был Алексеенко, и он здорово пошел в Ф5. Значит, теперь сюда вышел конь. Но к этому моменту 24-й ход времени, особенно у Грещука, осталось очень мало. И для того, чтобы размышлять о нюансах и делать какие-то там точные промежуточные ходы, уже на это просто не хватило. Просто реально времени хватило. Так, по логике, конечно, конь Д2 правильно. Здесь вот можно было посмотреть на такой хитрый шаг. Но идея в том, чтобы как-то пытаться воспрепятствовать блокаде. Не дать черному слону выйти на Е6. Может быть, белому слону придется отступить по другой диагонали, на Б3. Но там может потом ферзь выйти на Ф2, все равно давить по линии Ж. В общем, это интересно, конечно, было. Но на такое дело нужно, ну, хотя бы 5 минут нужно посидеть, обмозговать. Хотелось сэкономить время, выиграть, ну, 30 секунд. Поэтому взято было мгновенно. И очевидно, что Грещук рассчитывал на то, что его пешки не остановить. Значит, здесь он сыграл ферзь Д3. Как выяснилось, конечно, поточнее, заметно точнее, было пойти А4. Для чего этот ход? Чтобы воспрепятствовать Б5. Ведь черным нужна блокада. Б5, свона на С4. Даже не сколько качество выиграть, но вот держать вот эти пешки С3, Д4, чтобы они не двинулись вперед. Ход А4 этому препятствует. И потом какая-то, ну, неспешная подготовка. Скажем, свон Д5. Ну, теперь так. Ну, хочу пойти С4. Если все это двинется вперед, С4, Д5, ну, все-таки у белых будет подавляющий перевес. Но сыгран это было ферзь Д3. А почему? Не потому, что Грещук слабый позиционный шахматист. Я тут его учу вообще, как играть в шахматы. Далеко не так. Кто-то сказал очень давно и очень правильно, что за каждой грубой позиционной ошибкой стоит элементарный зевок. Вот я вам сейчас покажу, что Александр Грещук зевнул. Разумеется, он видел этот ход и думал. Ну, вот я пойду вперед, ладья выйдет, и я пойду вот так. Ну, что белым осталось? Ну, фигури эти висячие вести с линии Д. Ферзя и свона. А на это времени не хватит. Поскольку вести надо две фигуры. А за один ход вы можете вести только одну. Это означает, что черный успевает взять на С4 и взять еще и на Д5. Все рушится. Вот вам весь ответ. Вот вам весь секрет. Перестроиться пришлось немного. Пойти слон Е3. Теперь С6. Ну, на С4 последует Б5 с тем же эффектом. Пошел Грещук так. Я думаю, что в этот момент еще, наверное, он думал, ну, хорошо. Это какие-то временные неповадки. Позиция моя все равно шикарная. Если доживу до контроля без зевков, то задавлю. Но, как выяснилось, впереди еще были очень серьезные приключения. И все это благодаря совершенно гениальному ходу Кирио. Ну, вот за такой ход можно все простить. Все эти неаккуратные игры в дебюте, там, все эти неточности, может быть, даже ошибки. Вот этот ход, он... Он... Ну, в общем... Ну, я не знаю. Все можно простить за него, как я уже сказал. Но вот Б5 грозит. Кстати, Борис Абрамович Гельфанд очень и очень хвалил этот ход. Гениальная жертва двухпешек. И теперь все начинается. С4 особо не пойти. Блокада по белым полям остается. И ладей врывается черная. Ладья на Б8, пешка на А4 висит. Тут Саша, конечно, стало не до шуток уже. И он избрал самое надежное продолжение. Он пошел в Ферзь Б2. Ну, что... Ну, можно такое посмотреть. Да, у белых лишняя пешка. Ну, и что? Теперь-то на Д4 возьмут. И блокада оставится навсегда. Кто будет сбивать этого Ферзя? Как это сделать? Я не представляю. При таком открытом короле у белых, я думаю, это просто невозможно. Преимущество у белых весьма и весьма незначительное. Там, кстати, всякие штучки начнутся. Выскочит Ферзем на Ф3. Там Слоны в два шага будут грозить. Вообще неизвестно, чем все это закончится. Ну, другое продолжение еще быстренько. Было вот так взять и пойти Ц4. Но тоже это вот... Это, кстати, компьютерные дела. Вот так вот отступить. С расчетом выиграть пешку на Ц6. Ну да, ее вам отдадут. Ну, вот здесь. Менять Ферзя за две ладьи, но нечем будет короля защищать. Просто от вечного шага, от всей этой атаки. Там... Черные могут пешку аж двигать вперед. Ферзя надо сохранять. Но теперь на такое можно нарваться. Черные ведь не обязательно играют на выигрыш пешкой А4. У них и другие игры имеются в их распоряжении. В общем, непростая ситуация для сильного цветнота. Очень непростая. Поэтому я думаю, что нужно понять Грещука, что он решил, да бог с ним, сделаю надежные ходы, разменяю все ладьи. Хотя, наверное, он понимал, что выиграть партию не удастся, поскольку... Ну что ж тут лишняя пешка, когда так король открыт. Партия закончилась ничью и вечным шагом. Вот такая интересная борьба была. Разумеется, фаворит Александр Грещук был недоволен тем, что выпустил большое преимущество. Ну, посмотрим, как говорится, что было, как это отразилось на его самочувствии и настроении в последующих партиях. Для Алексеенко это был старт неплохой. Все-таки устоял черными против такого зубра. Хотя, качество игры в дебюте оставляло желать лучшего. Ну что ж, продолжаю, продолжаю работать и запишу для вас следующий ролик. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok